Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Стоять! Отец, не бойся, я русский, я свой Какая тут поблизости деревня? Где тут могут быть наши? Ну, там Соловка, а там Терновка А где наши, бог его знает Тут немцы кругом Ты давай придешься в сено, а я тебя вывезу Куда? Не боись За Терновку Эх! Давай Ага Спасибо, дед Эх! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Стоять! Эй, солдат, лошадь придержи! Углево очень! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Пойдем. Подсоймите, можете? Да, да. Почало немного. Носинки скорей! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Давайте. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Эй, ты где там? Выходи. Выходи давай. Вы что пристелы? Вот пленный господин Цель. Говорите по-немецки. Спрехен... нехт. Не говорю. Ясно? Да. Пошли. Национальность. Русский. Ты сержант? Да. Летчик? Да. Как попал за линию фронта? Заблудился. Где упал твой самолет? Заблудился. На северо-забад отсюда. Расстояние точно не скажу. Не знаю. Ну, примерно здесь. Там смотреть не надо, что там обломки. В вашей части говорили о переезд локации войск на другой участок фронта? В твоих интересах говорить правду? Не слышал. О наступлении? Нет, не говорили. Когда летал, видел перегруппировку ваших войск? Когда я летал, меня интересовали ваши войска. Передай его Тиму. Он знает, что с ним делать. Тим, сюда. Это русский. Забирай. Здорово, сержант. Я Тим. Здорово. Ну, пойдем. Тим. Ну, вообще-то Артемий. Им просто сложно выговорить. А тебя звать как? Или я. Слушай, я тебя лучше сержантом буду звать. Здесь к еврейским именам, сам понимаешь, не очень. А вообще тут хорошо. Все по-честному. Дают тебе семь дней. Поживешь, осмотришься. Потом присягнешь фюрера и... А? Знаешь, что написано? Не знаю, чё. На службе у вермахта. Живешь себе как человек. Пожене тебе. О, мой повек германского солдата. Три месяца прослужишь. Даже платить будут. Тридцать серебряников? В дочь марках. А ты че, не веришь, что ли? Смотри. Даже документ есть. Имя, фамилия, должность. Кильс Виллингер. Да, звучная должность. В каком смысле? А что означает? Означает желающий помогать. А. Немного ли вас тут? Помогающих. Да полно, не только здесь. В любой части. Я-то знаю, здесь шофером поработал. Везде поездил, все посмотрел. Шофером? Ну да. А сбежать не пробовал? Вон на шахату. Пойдем. Ну, присядь. Значит, слушай и запоминай. Еще хоть слово про побег, я тебя сдам, понял? И любой из наших сдаст. Ну, что не буду. Ты куда бежать собрался? К партизанам, что ли? Да хоть к партизанам. А что ты там делать будешь? Кору с деревьев жрать? Это же не люди, их никто не вожает. Ни немцы, ни местные. Ты посмотри вокруг. Посмотри. Мы же здесь, как у Христа, за пазохой. Куда ты полез? Куда? Ну, если откажусь. А никто, говорит, не будет. Отправишься в лагерь, а там точно не выживешь. Ну, ты идешь, нет? Да. Да. Чудеса меткости. Можешь хюреста у немцев просить. За боевые заслуги. Ты куда с такой дистанцией болишь-то? Товарищ подполковник, тут не видно. Немец налево ушел, я довернуть не успел. Как салага. А это? А здесь времени на сближение не было. Он за Дементьева шел, я очередь дал, чтобы отогнать. Между прочим, каждой пуле денег стоит. Если прикинуть, ты целую роту без сапог оставил. Товарищ подполковник, разведчики возвращаются. Все, конец. Свободный сайт. Есть. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Взлет! Запрещаю! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли, взял. Стоять! Кто разрешил взлет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, я отпустим, товарищ подполковник. Отставить. Все равно не догонишь. Только топливо жесть. Филин, докладывай. Потери. В личном составе два человека, в технике две машины. Значит так, организовать дополнительно три точки спаренных пулеметов. Выполняй. Взлет запрещаю. Так и будем по кустам прятаться. Нельзя жечь топливо и зря тратить силы. Они только этого и добиваются. Свободны. Идите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. Ага. Миленькая, просыпайся. Готовься к операции. Угу. Давай. Так, что у нас тут? Я и потерпеть могу там. Тяжелее меня есть. Ай, температура какая? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, отлично. Что у нас здесь? Скажите, вы летчица? Летчик. Вот, летчик, летчик. Понравится ли вам, товарищ летчик, если я заберусь к вам в кабину и начну указывать, куда лететь и когда стрелять? Давайте на операцию. Хорошо, доктор. Так, вот это что у нас? Вы что убрать не можете? Почему? Мое место на фронте, надеюсь, вы понимаете. Даю вам три дня. Максимум недели. Тамара, давайте готовьте анестезию. Анестезия готова? Да нет, не есть ничего. Надо же, какая смелая. Неделю нам дает. Так, Тамара, значит, анестезию, щипцы, потом Петрович скажите, чтоб он готовил свою машину. Петрович, Петрович, нам нужен свет в операционной. А, сейчас. Давай быстрей. А мне бы… Подожди, подожди, подожди. Это у нас кто? Это майор. Ранение в полость живота. Мы ему два морфия уже вкололи, а он все стонет. Вот это плохо. Плохо. Что ж хорошего? Здоровый мужик, а стонет, как баба. Да нет, плохо не то, что как баба, а то, что, вероятно, это сепсис. А, давай об этом. Так, Петрович, давай быстрее. Быстрее, быстрее. Куда уж быстрее. Так, Тамара, значит, я закончу, будешь шить. Поняла. Давай, 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 шевелись. Господи, грехи мои тяжкие. Так. Так. Судя по времени, должно же у них когда-то гарантию закачивать. Должно уже. Да непосменно. Меняются они. А мы им сейчас покажем. Мало не покажется. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Лар, что случилось? Что с тобой? Не знаю. Ну, что, стена? Неплохо? Живот. Что-то. Иди сюда. Давай аккуратненько. Давай. Давай. Давай, давай. Кофе. Настоящий. Конечно, настоящий. А по праздникам еще шнапс и шоколад привозят. Иди поработай. В Фартоу живете. А че, меня когда немцы в плен взяли, думал, все, пытать будут. Ну, иголки там под ногтем гонять, чтоб я им номер части сказал. Комиссары мозг засрали. А на хрена немцам номер этой части, они его и так без меня знают. Да потому что немцы люди, вон наш командир наш под Смоленском, на пулеметы по чистому полю гнал, как скот на бойню. А кто ложился, того сам стрелял, сука. А вот теперь скажи мне, сержант, ты слышал хоть раз, чтобы немцев своих на пулеметы гнали? Нет. Да потому что для них солдат тоже человек. Что осуждаешь, сержант? А нам сходиться нечего, мы в своих не стреляем. А че мне осуждать-то? Тут арифметика простая, сколько вас здесь по праздникам шнапс пьет. Настолько больше прицов на фронте. А зачем на фронте-то дохнуть, если и так ясно, кто победит, а? Да ты что? И кто победит? Ну, ты сам на фронте давно бы? А… А че мне там делать? Я сразу к немцам. Нет. А че? Немцы народ веселый. Я как не пройду, они хохочут. Смеются, потому что у тебя на рукаве написано. В жопе у вермахта. Чего? Тихо ты, дурак. Другая надпись. Ну, я же говорю, веселый народец. В жопе у вермахта. А, ты немецкий знаешь? Да откуда? Пленный немец ругаться научил. Тоже, кстати, веселый был. Ну, и что? А, идея такая, Виктор Степанович. Мы вырезали из фанеры яхт настоящую величину. Покрасили так, чтобы сверху был, как настоящий. Теперь мы привязываем его к тягачу, а тягач прячем вон в тот лес. А настоящие машины где? А наши уже готовы к вылету стоять. Мы их под маскировочной сеткой спрячем. Как только появляются мессеры, мы даем отмашку, тягач дает полный газ, и наши макеты начинают двигаться по взлетному полю. Сверху полная иллюзия, как будто действительно наш ягд. Немцы на это клюнут, начнут атаковать. В это время спокойненько взлетает звено советских асов. Ну, вот они сами и жертвуют. Асы – это, конечно, вы. Мы не наставим, Виктор Степанович, просто думаем. Идея наша, значит, нам лететь. У вас стакас. Только почему немцы должны оказаться кретинами, я, честно говоря, не понимаю. Никто же не говорит, что они кретины. Так никто не делал, даже не клюнуть. Банальная логика. Ну, на войне логика не всегда срабатывает. Тем более банальная. Но других же и предложений нет. В том-то и дело. Ладно, через час обсудим это в штаб полка. Только учтите, один неверный шаг и, прямо скажем, невеликое число советских асов уменьшится на целое звено. Причем по собственной глупости. Все сделаем, Виктор Степанович. Не беспокойтесь. Выполняйте. Есть. Отвлекающий маневр. Кулибины. Так, немцы на подлете. У вас все готово? Так точно, товарищ подполковник. Сейчас только трос подтянем. Борь, готов? Ага. Филин, давай. Ну, что ж, ребята. У вас будет около минуты, пока немцы очупаются и развернутся. За это время нужно набрать максимальную скорость. Ну, а твое дело – это отвлекать внимание. Вадимасов, а давай я за лебедку. Ну, я ж вижу, куда тянет тебя. Калюнь. А? Ну, ты друг. С меня причитается. Держи. Ага. Ладно. Увидимся на земле. Увидимся. Увидимся. Товарищ подполковник, я за лебедку. Давай. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА На «Аэродром» На «Аэродром» Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас сутки. Все должно быть вылизано. Каждый солдат должен быть в новой форме. В каждой избе идеальный порядок. Неизвестно, куда они захотят зайти. Эти репортеры. Черт бы их побрал. И приоденьте наши хиви. Они хотят написать и про них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем. Передохнем. Ага. Че думаешь, я за этих? Гитлера любят. А. Не, я коммуняк ненавижу. Вот с немцами вместе до Москвы дойдем. Усатого повесим. А потом немца погоним. А что их гнать-то? Раз плюнуть, сколько раз уж гоняли. Дружок, дай водичку попить, а? А немец он хитрый. Он же догадывается, что здесь наших полно. Если кто-то рвется на фронт красножопа бить, не пускают и оружия не дают. Боятся? Ты бы умылся, что ли? Ага, спасибо. Две вещи наполняют мою душу удивлением. Это звездное небо надо мной. И моральный закон во мне. Че? Немец один написал. Именно в Кант. Я всегда говорил, у немцев все правильно. Все по закону. Да не в немцах дело. И не в усатом. Сталин, Гитлер. Им на одной виселице место. Дело-то в тебе. Одних предал, других предаш. Кому ты такой нужен? Ты даже имени своего не имеешь. Слышь ты, я с тобой как с человеком. А ты че, агитацию проводишь? Иди работай. Че уставился? Вот здесь я его видел. Уверен, что это его самолет? Я на Бревичем шел. Хорошенько успел рассмотреть. Это бес, точно. А на твой взгляд, выжить можно было? Серьезных повреждений я не заметил. Так что, есть вероятность, что... А парашют видел? Нет, не видел. Понятно. Николай, садись, покурим. Накурелся уже. Рана чистая, денек-другой подлечитесь и в отпуск. Доктор, какой отпуск? Вы мне таблеток каких-нибудь дайте, я назад. А лучше неделю, да, неделю у нас и месяц дома, в качестве терапии. Лид, иди к нам, чай попьем. Спасибо. Засиделась. Постой. Посмотри, у тебя левая рука подбитая, а у меня правая. По отдельности мы коллеги, а вместе мы полноценный человек. Будешь? Так. Осторожно. Сюда. Осторожненько. Вот так. Сюда. Что с тобой? Ой, господи. Потерпи, милая. Совсем чуть-чуть осталось. Держи. Ну что, полегче? Отпустилась. Спасибо. Почему вы сразу не сказали, что у вас главная воля? Ну, а то она и глава, чтобы болеть. Травмы головы были? Да нет. Клел, клел давай. При посадке только ударился. Надо было сразу сказать. Ладно, дело прошлое. Это не совсем. В результате контузии у вас слишком высокое внутричерепное давление. Так что не волноваться, никаких физических упражнений. Ну, а о полетах, само собой, придется забыть. Надолго? Надолго. Совсем. Ну, устройтесь где-нибудь инструктором по теоретической части. Вы с ума сошли? Мне на фронт нужно. Это невозможно. Я летать должна. Ни в коем случае. Это мы еще посмотрим. Милая моя, ну, что вы на фронте забыли-то, а? Я вам не милая. Да нельзя тебе летать. Все, конец, отлеталось. Милая моя, ну, что вы на фронте забыли. Дайте я. Дай водичке. На. Возьми меня с собой. Ты о чем? Не возьмешь, сдам. Куда ты собрался? У меня ж на том, сына не видел даже. Призвали, когда беременная была. А вы раньше сбежались. Здесь до фронта километров пятьдесят. Я с тобой, сержант. Отстань, ждать не буду. Завтра пойдем. А чего не сейчас? Ночь темно, беги, не хочу. Ночью охрана усилена. Знаешь, где посты? Не, не знаю. Все, я тебе спать. Смотри, сержант, глаз тебя не смущу. Увижу, что без меня намылился, сдам. Понял? Иди спать. А то завтра плетня не добежишь. Завтра плетун. Товарищи, офицеры! Вольно, товарищи, вольно! Леонид Литовченко! Нет такого в гвардии капитана Литовченко? Я капитан Литовченко. Вы Литовченко? А звать вас как? Лидия. Ошиблись, что ли? Никак нет, товарищ волковник. Гвардии капитан Лидия Литовченко. Вот и духи ей. За проявленное мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами Гвардии капитан Литовченко приказом командующего армии номер 026 награждается орденом боевого красного знамени. Служу Советскому Союзу. Поздравляю. Это вам от командования? Поправляйтесь. Спасибо. Младший лейтенант Маркелов. Помер прошлой ночи. Отправьте родным. Есть. Пойдемте к тяжелым. Кто у нас там? Боря. Орден Отечественной войны. Жив? Да, в сознании. Хорошо. Лид, да я… Лидось, возьми порошочки, милая. И ложись. Ложись, ложись. Слушай, есть предложение. Почти от грамма, а? Давай. Я не пью. А как же орден? Полагается обмывать. Давай почти у тебя. Ладно, давай. Пойдем в процедурную. Там в спиртезе. Кто нас туда пустит? Тетя Шура, аж добрейшей души человек. Пошли. Здрасте. Здорово. Лид, поможешь? Спасибо. Орден где? А, в кармане. Ну, давай, чтоб не последняя. Еще раз поздравляю тебя. Ты че? Я ж сугуб поздравить щечку. Не надо. Ты че себя как школьница ведешь? У нас времени мало, ключи надо скоро отдавать. Давай, иди сюда. Да, ты че? Да, да ближай! Ты че как дикарка ведешь себя, а? Самой-то, каковы без ласки-то? От одного поцелуя-то убудешь. Лежи! Пей! 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 Продолжение следует...